Как часто в нашей жизни мы пропускаем вещи и места, способные нас изменить. И ведь не обязательно это те географические точки, куда уже устремлен поток паломников, где гарантированно ты обязательно да что-то и возьмешь. Полностью поменять жизнь путника способен и небольшой сельский храм. Свернуть дороги, чтобы в малом разглядеть больше, решила и наша съемочная группа. Рассказывая о деревне Камарицы, сразу же сталкиваешься с неразрешимой проблемой. Камера и микрофон не способны передать всего своеобразия этого места. Чистый, невесомый воздух, северная двина, что птицы уносят за бесконечный горизонт. Белоснежный храм святителя Николая. К сожалению, время, да и нашествие советских туристов уничтожили большую часть фресок, выполненных по эскизам Васнецова. Вот это фотография храма 1978 года, по-моему, 1978. Вера Владимировна – человек, который может рассказать всю новейшую историю храма. Как она говорит, все началось с молитвы нескольких людей, которые просто приехали прикоснуться к обетшалым стенам и горячо захотели чуда. Вот это наша скромная молитва, которая там прозвучала от всей души. За много-много лет, видимо, была услышана Господом Богом, потому что мы узнаем, что приехал какой-то инок из Москвы, из строительства Сельгия и Лавры, и начинает восстановление Камарицкого храма. Мы когда приехали, были голые стены, обваливающиеся перекрытия. Фактически за три года произошло полное преображение храма. Вот дома стоят, уже почти что здесь село поселение. Это вот стоит пилорама. Вот это дом один еще, там дальше баня, теплица. Такое чувство, что в новом тысячелетии храм ожил и сам стал притягивать к себе людей. Инока Владимира Веселкова со своим племянником Алексеем привело сюда послушание, которое он получил, будучи насельником Троица Сергиевой Лавры. Приехать восстанавливать храм, в котором когда-то служил его дед. Для него лично восстановление этого храма – это долг памяти своим предкам и убиенному протерею Федору Веселкову. Отец Владимир, когда сюда приехал, я помню выражение его лица, уныние, скорбь и непонимание того, каким образом все это дело поднимать. Храм находился в полном разрушении, на крыше росли деревья. К храму, я помню, мы до сюда не доехали, на маленькой машине не доехали, а грузовую машину мы до сюда тащили трактором. Поруганный храм, отсутствие устоявшейся связи и крупицы материальных возможностей. В таких условиях только верность своему послушанию может привести к осознанию грандиозного Божьего замысла и бесконечности его благ. Храм восстанавливается, люди нашлись, Господь ставит новые и новые, казалось бы, неуполнимые задачи. Вот и для Инока Владимира трудности не заканчиваются. Сегодня начинатель на новом послушании, в новой, опять непростой ситуации. Так и не кончив строительство этого храма, Инока Владимира направили на новое послушание. И мы очень надеемся на то, что когда он там закончит все свои дела, свое послушание, он вновь вернется сюда и продолжит здесь строительство и восстановление. Наша трапезная – это место отца Владимира. Оно его ждет. Вот здесь даже чашечка с ложечкой положенной. Все его ждут.